Добрый вечер! 19.30 это новое время в эфире телеканала Жебек Жола. О главном сегодня в прямом эфире расскажу вам я и Нура Мангали, наши корреспонденты и гости в студии Сурда, перевод Багдаулета Кожбанова. И смотрите сегодня о выпуске. Вывести взаимодействие на новый уровень. Касым Жомар Токаев призвал глав тюркоязычных стран показать масштабность работы по интеграции. Для чего объединяется тюркский мир? Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в тюркском мире. Остались на пепелище. После пожара в районе алматинской барахолки на площади в полторы тысячи квадратных метров пострадавшие предприниматели подсчитывают размер ущерба. Что могло стать причиной масштабного возгорания? Особые условия. Казахстанцы из Абайской области, проживающие близ полигонов, смогут выходить на пенсию раньше. О каких поправках в закон идет речь? Бизнес с женским лицом. Как развивают свое дело сельские жительницы, выигравшие безвозмездные гранты от государства? Вообще сельские женщины используют свой потенциал чаще всего в производстве продуктов народного потребления, в том числе в производстве продуктов питания. И с какими проблемами чаще всего сталкиваются малые предприятия на селе? Казахстан – земля отцов тюркского мира. И наша страна придает особое значение всестороннему взаимодействию стран-участниц организации тюркских государств. Об этом на саммите ОТГ заявил Касым Жамарт Токаев. Напомню, съезд проходил сегодня в Самарканде. Что важного было на повестке встречи и о чем договорились лидеры государства, расскажет моя коллега Ирина Панфилова. Материал готовится к эфиру, а мы пока продолжим наш выпуск. Создать цифровую транспортную систему также предложил главам тюркских государств Касым Жамарт Токаев. По словам президента, необходимо полностью оптимизировать процедуру оформления грузов. Это дополнительные возможности для выхода на международный рынок. Свою инициативу Касым Жамарт Токаев озвучил на саммите. Напомню, встреча проходила сегодня в Самарканде. По словам главы государства, сейчас крайне важно повышать потенциал транспортно-транзитных коммуникаций, максимально используя их возможности. Один из ярких примеров – транскаспийский международный маршрут, который проходит через территории Казахстана, Азербайджана и Турции. За последние 15 лет в развитие логистики наша страна вложила 35 миллиардов долларов. Еще 20 миллиардов инвестиций привлекут в сферу в ближайшие три года. Турки түрлдес халқтардың қорлық ишіндегі көлік транзит дәліздерін дамытуы айрықша маңызды. Бұл ретте сіздерді осы бақтарды барынша пайдалануға шақырамын. Транзиттік және экспорттық мүмкіндіктерімізді одан аре жетілдірген жүн. Асресе, шегара бекеттерін жаңғыртымыз керек. Шегара бекеттерді үшіндегі керек. регионах Узбекистана, а также в Туркестане, в столицах Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Венгрии. Мероприятие символизирует укрепление единства тюркского мира. И возвращаясь к главной теме, визиту главы государства в Самарканд, я напомню, что Касым Жомар-Токаев принимает участие в саммите организации тюркских государств на повестке обсуждения масштабирования интеграции стран-участниц организации. Моя коллега Ирина Палмфилова находится в Самарканде и готова рассказать о главных месседжах встречи. Аромат свежего хлеба из обилия фруктов и восточных сладостей, национальный колорит в каждой детали. И все это в окружении старинных достопримечательностей и святынь с уникальной историей и замысловатым дизайном. Таков гостеприимный Самарканд. Сегодня один из древнейших городов мира стал центром притяжения представителя тюркской культуры. Здесь проходит саммит. На прошлой встрече лидеры стран приняли решение, что тюркскому совету давно порастать полноценной организацией. Этим утром съезд ОТГ открыли. После традиционной церемонии фотографирования начались переговоры. Лидеров тюркских стран связывают общие корни и история. Соответственно, культуры и языки тоже схожи. Вот и выступали все спикеры исключительно на своем родном. Сегодня Тюркской правительственной церемонии получили важную роль артып келеды. Мы, в Тюркской области, в тюркской области, дамы Туга Айрыкша Менберемыз. В результате, мы предоставили о данной арене «Гайтуга» и в тюрьме «Жанна Белеске Котюрюге» мы делаем. Чтобы превратить ОТГ в мощную и авторитетную силу, а такие планы есть, страны должны приложить совместные усилия. Особенно важно это в условиях геополитической напряженности. Как уточнил позже пресс-секретарь нашего президента, заявление Тукаева касается настоятельной просьбы предоставления Турецкой республики Северного Кипра статуса наблюдателя в ОТГ. Мировая экономика испытывает серьезный кризис. Разрываются логистические цепочки. Инфляция бьет по странам. Для того, чтобы держаться на плаву, нужны новые подходы. Хасымжумар Тукаев предложил коллегам создать на базе Международного финансового центра Астана Совет тюркских зеленых финансов. Это позволит государствам расширить рынок капитала, укреплять в рамках ОТГ намеренные научно-образовательные связи, а также плотнее сотрудничать в IT-сфере, создав на базе Международного технопарка Астана Хаб Центр цифровизации ОТГ. Был курулым, сауда, куэллік, су ресурстары, акпаратты, хаупсіздік, және басқады салаларға кәжетті цифрылық шешімдер әзірліуге мүмкінік береді. Оған қол жеткізу үшін түркөй елдерінің венчурлық хорын күрган жүн деп санайым. Сол арқылы маңызды стартап жобаларға инвестиция тартуға жол ашылады. В условиях нынешнего кризиса нашим странам необходимо еще более тесно сотрудничать для расширения торговых отношений в рамках организации и нахождения новых цепочек поставок. С целью увеличения экспорта и импорта необходимо провести оптимизацию структуры торговли, создать совместные экспортно-ориентированные производства, а также развивать инвестиционные связи. В следующем году в Казахстане планируют провести вторую тюркскую универсиаду. Касым Жумартукаев предложил создать единое образовательное пространство для вузов. Это позволит студентам изучать языки друг друга, знакомиться с историей и культурой братских народов. В перспективах и ряд других не менее интересных проектов в сферах образования и культуры. А вот столицей тюркской цивилизации будет Самарканд. Шавкат Мерзиёев поблагодарил коллег за поддержку узбекской инициативы. Предлагаю ежегодно проводить международный тюркский экономический форум. Важно по итогам мероприятия принимать дорожные карты, ориентированные на реализацию совместных программ и проектов. Это позволит кардинально увеличить объемы торговли, совместно выходить на рынки третьих стран, создавать высокотехнологичные кластеры и венчурные компании. В текущем году право председательства ВОТГ перешло Узбекистану. В предыдущем было у Турции. Касымжум Артукаев выразил Реджепу Таипу Эрдогану благодарность за работу в организации и предложил вручить турецкому лидеру высший орден тюркского мира. Коллеги поддержали. Такой орден сегодня получил и экс-глава Туркменистана Гурбангулы Бердмухамедов. По итогам саммита участники съезда приняли стратегию ОТГ. Она позволит реализовать программный документ, инициированный казахстанской стороной. Перспективы тюркского мира до 2040 года. Также лидеры стран приняли решение запустить совместный инвестфонд. Возглавит его бывший генсек организации тюркских государств. Большинство организаций, которые объединяют тюркские страны, такие как, например, Тюрксо или Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Они позволили нашим народам лучше сблизиться не только культурно, но и духовно. Нужно еще больше развивать всестороннее сотрудничество, заявил на саммите президент Тукаев. И не забывать продвигать работу, которая совместными усилиями делается для укрепления интеграции в тюркском мире. Ирина Панфилова, Ануар Абельда и Даурен Рахимов. Новое время. Самарканд. И да, интеграция и роль тюркоязычных стран в глобальных геополитических процессах, темой, которым уделили особое внимание главы государств саммита организации в Самарканде, масштабировать работу в этом направлении призвал своих коллег президент Казахстана Касым Жомар Тукаев о том, для чего объединяется тюркский мир. Поговорим сейчас с гостем в студии, политологом, экспертом Института мировой экономики и политики Ерсултаном Женсиитовым. Ерсултан, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию сегодня. В Самарканде проходил саммит организации тюркских государств. Мы видим, что лидеры стран нацелены на еще более тесное сотрудничество и укрепление взаимосвязи. О чем это говорит? И как на ваш взгляд, какие перспективы организации на мировой политической арене? Добрый вечер. На самом деле это очень такое знаковое событие. Как мы знаем, ОТГ в формате организации существует с 2021 года. До этого был Тюркский совет. И данный саммит является первым уже в формате организации. Саммит проходит в Самарканде. Это с точки зрения общей тюркской истории очень важный город, очень глубокая история. Поэтому это очень символично. В целом, нужно сказать, что у ОТГ, конечно же, очень широкие перспективы. Но большая их часть находится в будущем. То есть для этого нужно предлагать очень много усилий. Но, к счастью, они есть. О каких усилиях мы сейчас говорим? Практические усилия. Уже, например, есть общее понимание нужности этой организации всеми государствами-членами. Теперь нужно прикладывать такие усилия, как наращивание мощностей транспортных коридоров. Например, с точки зрения Казахстана для нас самое главное, что нас интересует, это транскаспийский маршрут. Наш президент об этом говорит каждый раз на любой встрече. Будь это ШОС, будь это встреча в рамках Центральной Азии, либо встреча с Россией. Всегда сейчас транскаспийский маршрут для нас номер один приоритет. И здесь, если посмотреть так стратегически на карту, сразу становится понятно, что вот этот важный маршрут проходит исключительно по территории государств из ОТГ. Сейчас вот основная ветка, которая идет через Казахстан, через Каспийское море, она идет через Казахстан, дальше через порт Куракли-Бахтау в Баку, Азербайджан, дальше в Турцию. Здесь очень важен логистический потенциал и его развитие. И здесь важно, так сказать, расширять узкие места, как президент сказал, пропускные пункты увеличивать, мощность пропускную. Здесь еще такой момент. Параллельно строится еще одна ветка транскаспийского маршрута, это железная дорога, Кыргызстан, Узбекистан, Китай. Даже если так посмотрим, что с южной стороны Казахстана пройдет еще одна ветка, она в любом случае проходит через государство ОТГ. Поэтому существует огромная такая возможность для политической координации между государствами и членами. То есть в конечном итоге это усилит переговорные позиции каждого государства-члена ОТГ с такими партнерами, как Китай, например, либо Европейский союз, который находится на двух концах этого транскаспийского маршрута, или та же Россия. Короче говоря, вместе государство ОТГ сильнее, и главы государства это осознают. И в этом направлении идет очень динамичный прогресс. Учитывая, сколько ОТГ существует как государство, уже сильное продвижение, можно сказать. То есть здесь мы видим и преимущество именно в экономическом блоке. Были и политические заявления, в том числе Касым Жамар Токаев сказал, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств. И необходимым считать неуклонное соблюдение устава ООН. Скажите, вы видите прямую связь между геополитической обстановкой и усилением вот именно этого союза, тюркских государств? Касательно заявления нашего президента, нужно сказать, что оно соответствует предыдущим заявлениям президента. Это говорит о преемственности внешней политики Казахстана и курса самого президента. То есть Казахстан не ведет такую, можно сказать, двойную игру, предоставляя определенные, так сказать, исключения из международных правил разным государствам. Законные правила ООН одинаковые для всех государств. Это именно подчеркнул президент. Это, кстати, подчеркивалось многократно и во время визита президента в США, и на других площадках, в том числе во взаимоотношениях с Китаем, либо в Центральной Азии. Поэтому это такая ясная четкая позиция Казахстана, которая не меняется. Вне зависимости от того, кому она применяется. А роль, получается, как меняется от этого роль вот этой организации, роль Казахстана в целом, в том же, например, Центрально-Азиатском регионе? Роль Казахстана в рамках ОТГ, она, конечно, усиливается. Это очевидно, потому что мы крупнейшая страна в Центральной Азии. Мы по территории самая крупно-тюркская страна. Мы, можно сказать, сидим на ключевых транспортных маршрутах, и большая часть грузоперевозок из Китая в Европу так или иначе идет через территорию Казахстана. До известных событий геополитических транспортные коридоры в основном в Европу шли через северный маршрут, через территорию России и Беларуси, но в любом случае они проходили через Казахстан. Теперь маршруты меняются. В приоритете транскаспийский маршрут, все равно это все идет через Казахстан. Также еще нужно сказать, что в Центральной Азии, даже с учетом Таджикистана, все остальные четыре государства, это всего 60% от ВВП Казахстана. Поэтому мы еще и крупнейшая экономика. Поэтому мы продолжим, наверное, влиять на те или иные процессы в рамках этой организации. Абсолютно, но здесь нужен такой подход, что нужно избегать гегемонии какой-либо стороны. И партнерство в рамках ОТГ должно основываться на равноправных началах. Только тогда мы сможем достичь каких-либо результатов. Я думаю, да, это очень важный месседж. Спасибо, Ер Султан, за то, что ответили на наши вопросы и пришли к нам в студию. А мы продолжим наш выпуск. Правила голосования на избирательных участках все эти недели разъясняют казахстанцам юристы штаба за честные выборы. За 10 дней до главного политического события года специалисты еще раз напомнили о самых важных моментах, за которыми следует проследить самому избирателю. К примеру, на бюллетене обязательно должна быть подпись члена избирательной комиссии. Без нее голос признают недействительным. В кабинке для голосования вы должны быть одни. Кроме того, были случаи, когда работодатели или представители местных исполнительных органов требовали отчета в виде фотографии. Это требование незаконно отмечают юристы. Если избиратель не обладает, допустим, у него плохое зрение, он не может самостоятельно сделать отметку в нужной графе, тогда допускается присутствие в кабинке человека, которому он доверяет, который оказывает ему помощь для голосования. При этом это не должен быть член избирательной комиссии, не должен быть доверенное лицо кандидата, наблюдатель, либо сотрудник местных исполнительных органов. Судьям Конституционного суда намерены выплачивать пожизненное содержание. Такое предложение заложено в проекте, разработанном Конституционным советом. Документ размещен на сайте открытой НПА для публичного обсуждения, которое продлится до 24 ноября. Речь идет о судьях, полномочия которых прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности. Из пояснения следует, что первые выплаты планируют начать с 2031 года. Финансирование будет из республиканского бюджета, расчетов пока нет. 60 тысяч сельских женщин Казахстана обучились предпринимательству за 10 лет, а 117 выиграли безвозмездные гранты на открытие бизнеса. Такие данные сегодня озвучили в Астане на пятом республиканском форуме сельских женщин. Какие сферы осваивают бизнес-вумен, узнавала моя коллега Назымгуль Кумспаева. Все эти прекрасные женщины, успешные бизнес-вумен своего села или района. Они владелицы магазинов, цехов и даже крупных предприятий. Хотя еще совсем недавно кто-то из них был домохозяйкой, кто-то трудился на нелюбимой работе, а кто-то засиделся в декрете, как, например, молодая девушка Аим из Коши. Просидев дома с малышом несколько лет, она решила обучиться азам предпринимательства в социальном проекте «Белестеры». А затем открыла небольшой бизнес. Шьет детские лоскутные одеяла, которые можно еще использовать как развивающий коврик с игрушками. Моя задумка, моя идея. Дизайн придуман мною из одеяла лоскутное, из стопроцентного хлопка и гипоаллергенный наполнитель для детей от рождения. Свой бизнес Аим продвигают в соцсетях, как и большинство начинающих предпринимателей. И этому они тоже обучились. У меня открытие ателье и продвижение собственного бренда. На данный момент у меня мужская коллекция. У меня ждут двоечки, худи, свитшоты и эко-сумки. Сами шьете? Да, сами шьем, есть команда уже. Вообще сельские женщины используют свой потенциал чаще всего в производстве продуктов народного потребления, в том числе в производстве продуктов питания. А то и понятно, ну как же мы без домашней сметаны или козьего сыра? Ну тут уже никак не обойдешься без ароматного домашнего хлеба. Предприниматели не только открывают новые рабочие места, но и решают социальные вопросы у себя на малой родине. На форуме они поднимали проблемы не собственного бизнеса, а целого села и даже города. Это и инфраструктура, это и уровень социальных объектов на селе сегодня, это уровень образования, это уровень медицинского обслуживания, это и кредиты. Самые интересные женщины эти проблемы сами решают, но для этого просто мешать им не надо в этом плане. Серьезно. Свыше 100 участниц проекта когда-то получили безвозмездный грант почти на 400 тысяч долларов. По всей стране они открыли десятки малых предприятий и создали 300 рабочих мест. Сегодня на форуме такие же гранты вручили еще 20 жительницам сел, а значит в скором будущем появится еще как минимум несколько настоящих казахстанских бизнесвумен. На Зымгульку Мыспаева, Нурлан Джаватаров, Асхат Умаров. Новое время. Жители населенных пунктов близъядерного полигона в Семее возможно будут выходить на пенсию в 45 лет. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дусенова на встрече с общественностью Абайской области. По ее словам вопрос пока обсуждают в правительстве, как и внесение поправок в экологический кодекс, согласно которым компенсации будут выплачивать всем, кто имеет полигонное удостоверение, независимо от места нынешнего проживания. Сейчас специалисты Минздрава и Министерства экологии проводят исследования состояния здоровья жителей регионов возле полигона. Поправки в закон будут внесены, если специальные институты дадут соответствующие рекомендации. Борьба с изменением климата стала одной из ключевых задач в мире. Страны стремятся снизить негативное воздействие индустриальных экономик на климат и максимально адаптировать производство к зеленому тренду развития. Параллельно с этим правительство разрабатывает сценарии энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности и зданиях. О последних событиях в отрасли расскажет моя коллега Ботагос Айджанова. В Астане провели форум по энергосбережению, обсуждали эффективное использование энергии в промышленности и при строительстве зданий. Ведь именно эти направления основные потребители ресурсов. Казахстан – одно из энергоемких государств, говорят эксперты. Однако мужелесмен Ельдос Абаканов считает, что в стране безответственно относятся к источникам топлива. Мы можем на 30-40% снизить объемы потребления энергии. С другой стороны, учитывая, что города растут, в городах возникает потребность в потреблении большого количества тепловой энергии, электрической энергии, в этом ключе при планировании правильно этот вопрос решить. По словам экспертов, энергоэффективная политика является основным инструментом достижения углеродной нейтральности. Казахстан стремится до 2030 года снизить объем выбросов в атмосферу на 15%. Международный центр зеленых технологий является оператором наилучших доступных технологий и является сторонником развития зеленой экономики. Как вы знаете, одним из элементов зеленой экономики развития является энергоэффективность, особенно с точки зрения энергоэффективных технологий. Сама идеология энергоэффективности как инструмент возникла еще 50 лет назад, во время нефтяного кризиса. Поэтому для всех отраслей экономики основными средствами достижения углеродной нейтральности на первом этапе является рациональное использование ресурсов и высокие технологии. Мутагос Аджанова, Наур из Базаров. Новое время. Ущерб от пожара почитывают владельцы контейнеров в Алматы. Сегодня в районе рынка, который местные жители называют барахолкой, загорелись склады. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Эпичное видео разлетелось по всем социальным сетям. Как выяснилось, там хранились пластиковые игрушки, из-за чего дым был особенно едким. Огнеборцы потушили пожар примерно за час. Причины возгорания пока выясняют. Около 13 тонн наркотиков изъяли в Казахстане с начала года. В МВД сообщили, что полицейским удалось раскрыть 2500 преступлений. Особым спросом среди наркопотребителей пользуется сорт индийской конопли. В Казалардинской области обнаружили целые плантации с этой травой. Выявили такие поля в Туркестанской и Жамбылской областях. Присекли также и деятельность четырех преступных групп. Причем порой в наркоторговле оказываются замешанными и сами полицейские. В этом году задержали двоих сотрудников. Один из них занимал высокий пост в Западно-Казахстанской области. У нас большое количество сотрудников. Среди нас, конечно, всякая есть. Бывают и белые, и черные. Поэтому за этот год было возбуждено три уголовного дела, где проходят два сотрудника в этом году. Привлекаются за наркопреступления. Это начинается с 296 до 300. Статьи, вот это основные хранения, сбытость, культивильность и так далее. Это один в Ахтубе, один в Западно-Казахстанской области, зам УВД города. Два человека. По статьям, которые подозреваются, расследование ведется. В квартирах ридерцев стало теплее. Ремонтная бригада сегодня подключила злополучный котел, который вышел из строя накануне. Средняя температура в домах горожан достигла 20-22 градусов, что уже ближе к норме. Снижается в городе и уровень потребления электроэнергии. Люди понемногу отключают приборы отопления, говорят специалисты. На станции пока работают 4 котла из 6, ремонт продолжается. Добавлю, ранее проверки выявили множество нарушений в эксплуатации ТЭЦ. В Минэнерго не исключают, что котлы придется все же менять. Сельскую школу в Павлодарской области отремонтировали за счет средств фонда «Казахстан-Халхына». Распоряжение учеников села Иртышск теперь собственная телестудия, хореографический зал и стем-лаборатория. Современным оборудованием и мебелью оснастили кабинеты и специальные мастерские. В настоящее время мы уже оснастили 2 сельские опорные школы. Это первая у нас в Акмолинской области и сегодня вот в Павлодарской области. На каждую школу на оснащение выделено по 250 миллионов тенге. В целом бюджет программы это порядка 4 миллиардов тенге. Кроме оснащения именно необходимой мебелью, оборудованием, оснащением кабинетов и мастерских, цель этой программы это чтобы сельская опорная школа стала магнитом, центром опора для возлежащих малокомплектных школ. Напомню, в этом году фонд «Казахстан-Халхына» запустил программу развития потенциала опорных школ. Всего в рамках проекта отремонтировать планируют 17 учебных заведений.